Эй, йоу, всем привет, с вами я Рома и я решил перейти на недавно открывшийся третий сервер мобильной Аризонки и начать тут новую рубрику, где я буду прокачиваться на своем основном аккаунте. И я поставил ряд целей, которые я должен выполнить, а именно создать фому, купить бизнес и дом, достигнуть 20 уровня и приобрести себе премиум тачку. А если хочешь ко мне присоединиться, скачивай игру именно по моей ссылке в описании, это самая актуальная версия игры без вирусов и багов. После скачивания заходи на второй мобильный сервер и вводи мой ник Роман Виндета при регистрации, который даст тебе 300 тысяч вертов. Пока я еще не создал свой промокод на этом сервере, но все еще впереди. Желаю вам приятного просмотра и мы начинаем, погнали! Выбираем персонажа. Вот такой забивной Зелимхан мне подходит. Сразу ставлю возвращение всех денег с рефералки вам, так что вводите мой ник при регистрации и получайте 300к на пятом уровне. И начнем, конечно же, с квестов. Нет лучше старта, чем начать с них. Первое задание сделать паспорт, это будет очень легкое задание, так как сервер только открылся и можно сразу же у пикапа сделать паспорт, получить права и брать велосипед постоянно. Ставим рандомную дату и первое задание успешно выполнено. Теперь нам нужно перенести 15 стогов сена на ферме, поэтому берем что-нибудь из транспорта и погнали до фермы. И, к сожалению, не кастомная, потому что там платят в миллионы раз больше. Устраиваемся и наша задача собирать вот такие кусты и приносить их на склад и так 15 раз, пока квест не будет выполнен. Готово, увольняемся отсюда и нам платят всего-то 3000 долларов. Теперь нам нужно вернуться к Джереми, чтобы получить награду за квест. И вдобавок нам платят еще 4 с лишним тысячи и в следующем задании нам нужно примерить форму грузчика и перенести 10 мешков. Берем мешок у вагона и несем его на склад. Тут можно спокойно пройти намного быстрее через эти отверстия, так что пользуемся багом, чтобы не бегать вокруг всех этих вагонов, а то это будет очень-очень долго. Миссия выполнена и нам платят еще примерно 5000 долларов. И давайте посмотрим, что нам на этот раз скажет сделать Джереми. Нам дали талоны на АЗ коины, а также немного деньжат. Теперь нужно получить права, но так как мы их еще в начале серии получили, просто забираем награду за этот квест. И уже следующее задание под названием «Хватит сложной работы», где нам нужно поработать развозчиком пиццы, как раз таки и выполняется дольше всех квестов. Очень забавно звучит. Выбираем GPS-развозчики пиццы Лос-Антоса, ну и погнали. Тут все, также переодеваемся, берем пиццу и мопед и едем по меткам, потом возвращаемся снова и берем пиццу и так 10 раз. Спустя примерно полчаса задание наконец выполнено, и теперь поехали заберем у Джереми деньги за этот квест и возьмем последнее задание от него. А в этом задании нам нужно просто-напросто познакомиться с Майклом, и это следующий квестовый персонаж, который живет между ЛВ и ЛС. И за это задание нам помимо денег дадут еще и Даймонд Випку. Вот я к нему и прибыл, и целый список наград нам выдали за выполнение последнего квеста от Джереми, замечательно. Теперь используем два талона на АЗ-коины и получаем два АЗ-коина соответственно, но это только начало. И после первой ветки квестов у меня уже второй уровень 3 с 12 до 3. Вполне неплохо, учитывая, что на третьем уровне мы сможем с вами попробовать уже на вкус кастомные фермы, где за одно действие платят 8500 баксов. А на этом первая серия развития на новом мобильном сервере Аризоны подходит к концу. И если видео вам понравилось, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал обязательно с колокольчиком, и напишите в комментариях, как мне поступить дальше в моем пути для быстрой прокачки. А я с вами не прощаюсь, будущие серии и другие интересные видео вы можете посмотреть в конечной заставке. Всем удачи!